Давайте про закон ЦИМФа немножко отложим в сторону и поговорим вот о чем. Поговорим мы с вами о некотором его следствии. Мы поговорим с вами о том, что получается вот здесь вот, в правой части программы. Давайте, пофиг мы это правее, и там получается длинный хвост. Получается очень-очень-очень длинный хвост слов с частотой единицы. То есть, какой текст вы бы не взяли, какой корпус вы бы не взяли, у вас все равно получается огромное количество слов с частотой 1. И более того, кажется, пока что ни один собранный людьми корпус текстов, вот все эти многомиллиардные корпуса, не приблизились к тому же от этого хвоста избавиться. То есть, если мы считаем, что множество слов в языке конечным, то к тому, чтобы в какой-то момент можно предполагать, что можно собрать корпус, в котором все слова будут представлены более одного раза. Пока что совершенно не произошло. Вообще говоря, можно задумываться на тему того, а не бесконечное множество слов в языке, хотя это сложная философская проблема. Конечно, мы понимаем, что, ну, конечно, множество выражений несомненно бесконечно, хотя бы потому, что любое математическое выражение, сложение двух нутуральных чисел и его результат, там мы можем назвать таких операций бесконечно много, и дальше всех можно назвать, значит, предложение можно построить бесконечное количество. А вот со словами это не так понятно, но вот никакая реальность чуть приблизилась к тому, чтобы многоество слов хоть сколько-то исчерпать. То есть всегда в любом корпусе получается длинный-длинный хвост из одного из единичных слов. И это, вообще говоря, довольно интересный факт, проблемные, часто, для автоматической обработки естественного языка. Потому что вот как вы не обучаете компьютер языку, оказывается, что есть одно. Оказывается, что все равно в любом тексте есть уникальные слова. Да, если надо что-то делать, да, то есть постоянно появляются новые слова в каких-то там, в журналистских текциях. Если вы хотите, например, чтобы у вас обрабатывались, классифицировались новости, а там появляются новые слова. Некоторая проблема, и это, видимо, неизбежно, это того, как устроен такой цифр. Ну и, по крайней мере, за тех объемов, которые мы симпирически можем наблюдать, да, все продолжает работать вполне надежно. Можно? Да. А вот если взять этот корпус, скажем, на миллиарды слов, и там получается вот гвоздь и слов, которые по одному всего слову. Так? Ведь слова вообще кто-нибудь знает? А эти слова вообще кто-нибудь знает? Хороший вопрос. Скорее нет, да, но с другой стороны, да, эти слова могут быть разные. Например, какие-нибудь там химические темы, скажем. Вот если вы тратили просто для образца, вот я взял корпус объем миллион слов, в котором у меня, значит, этот корпус, называется открытый корпус, да, в нем миллион шестунг, миллион шестьсот тысяч слов, в нем, значит, в словаре, сто семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать четыре слова получились. Из них вот пара примеров слов, которые встретились один раз. Слово, я думаю, последний звук сейчас, то есть я не привожу к начальнику обращения. Слова такие, дешевым, прапрадедах, лицемерием, латиноамериканскую, вьеркуря, кто бы это ни было, айвазовский, энтемопатогенные, дуализме, бэкграундов, ржева, нашагал, не понимаешь. Вот произвольный, да, смотрите, то есть корпус на миллион шестьсот, да, встать в месте четырех тысяч слов, встречающихся один раз, в общем, в словах вполне понятных и разумных форм. Да, на миллиард будет меньше. Вот они употреблены же кем. Так что это такая, конечно, невонятная проблема, где остановиться. Ну, там какие-то химические термины, видимо, тоже близки к исчерпаемости, когда нет уверенности, но тем не менее. И теперь, вспомните, у меня здесь было число-то слова для «Я вас любил» и «Пушкин». Он ведь подтверждает то же самое. Помните, там было 36 пунктов словаря, я не все выписал, тем не менее. Сколько там было слов, которые встретились хотя бы два раза? Сколько там было 7 слов, которые встретились два раза, а с 8 по 36 места списка занимались слова, встретившиеся один раз. То есть 29 слов из 36 встретились один раз. Вот в корпусе, вот этот вот открытый корпус миллион 600 для русского языка, который я сегодня, на протиле которой я сегодня буду вам показывать некоторые примеры, в нем из этих 124 тысяч слов сколько встретилось один раз? Из 170 тысяч? 80 тысяч. Сколько? 80 тысяч. Ну, правильная оценка, да, примерно половина. 92 тысячи слов, если быть чуть более точным, ну, 90 тысяч, как сказать, то есть смотрите, это еще один интересный факт. Если мы возьмем, вот я взял этот корпус, да, миллион 600, миллион тысяч шестьсот слов, и в его словаре 174 тысячи слов. Какова средняя частотность слова в этом корпусе? Если всего в тексте, которые попали в корпус, миллион 600, а в словаре 170 тысяч? 6. Ну, побольше, да. Меня лучше срок разделить на 170 тысяч, да? Ну, 10, да. 9, 10, да. То есть средняя частота слова 9, например. А теперь, вот если вы представите себе, что я выставлю все слова по порядку частотности. Да, ну, как, не знаю, как, например, бывает устраиваю скульптуру по росту, да? И дальше я возьму то, что называется медиатор. Возьму среднее, возьму не среднее, арифметическое, а выставлю то слово, которое оказалось в середине списка. Если я выставлю все эти 174 слова частотности, надо так вот до 174 тысячного слова я выставлю все эти частотности и выставлю слово из середины. В середине будет типа 87-тысячное слово. Какая у него будет частотость? Единица. Единица, да? Потому что у меня 92 тысячи слова, имею частоту 1. То есть, это тоже 87-тысячное слово тоже попадет где-то примерно с 52 тысяч и до конца до 54 тысяч у меня получается частота единиц. медианная частота оказывается равна единице. Так работает более-менее в любом тексте или в любом корпусе текста на естественном языке. Медианная частота радикальная отличается от среднего и метическом. Потому что идеальная значит так единица ну самая большая дворка. Можно подобрать корпусы естественных языков и баланс дворик. Ну видите, здесь принципиально близко к этой границе из нас 87 тысяч я хочу это было бы где-то здесь на соседнем реку но все-таки идеальная единица а мода это самое популярное значение уж точно единица в любом тексте достаточно большом на естественном языке даже не достаточно большом но естественно не искусство поражет мода единица и это такая вот история если мы сочинием как положительный частотный список то мы можем дальше его использовали каких-то практических нужд мы можем дальше использовать его например для обучения иностранца как вы справедливо говорите зачем слова из длинного хвоста слова миллионов мест в рейтинге мы можем ограничиваться словами изверха дальше по контексту можно многое понять например вы не знаете слово Турман из этого текста про кенгуру и ну не знаю кого Турман из тех кто про Турман ну ладно мы можем сказать животные пошли дальше может быть вам слова из миллионов мест в списке знать не надо но для того чтобы хорошо это преподавать для того чтобы хорошо использовать в списке в реальности нужно чтобы они отвечали действительности и вот это собственно говоря самая интересная и сложная вещь про которую я хочу сегодня поговорить математически тоже не очень сложная но на нее надо во всяком случае думать а можно философский вопрос задать давайте смотрите в качестве корпуса давайте возьмем все слова которые я либо сам сказал либо услышал за свою жизнь да давайте получается какой-то совершенно чудовищный вывод получается что примерно половину слов я услышу ровно один раз немножко противоречит представлением казалось вот я говорю слова довольно часто повторяясь и получается что все равно столько ну это что называется столько будет нового по одному слову да или все-таки корпус это что-то вот можно в качестве такого набора для законов цифра взять слова которые я произносил или потом прочитал услышал ну как бы я не не могу поставить этот эксперимент как вы понимаете да я не могу знать что вы произносили за всю вашу жизнь нет ну как с каким-то человеком этот эксперимент можно поставить эксперимент который называется один речевой день его делают коллеги из Петербурга они вот вежащих человек на диктофончик но это длится один день да провести лонгитюдный эксперимент и обработать все а вот так я думаю что за вашу жизнь Вы тоже многие слова, например, образуйте подхог по случаю. Вот они все туда попали. Подумайте, сколько слов вы образовали случайно. Может быть, они вам покажутся неправильными, но вы их произнесли. Вот они все попали в этот ваш корпус. Вот вы кто-нибудь от меня услышали сегодня? Может быть, вы это слово не услышите, а потом больше никогда. Она тоже попала. Так что я думаю, я думаю, что должно работать. Но поставить эксперимент я не могу. Потому что невозможно же повесить этот человек эти диктофоны и всю жизнь его улавливать, а потом дешифровать. А если взять в качестве все-таки не... Ну, действительно, с жизнью человека тяжело. А, скажем, с всем, что опубликовано в такой-то газете. Да, тогда без проблем. Это так устроены все. Потому что в многих туристических корпусах, интернациональных корпусов, государственного заказа, есть большие подборки. Там полное собрание течения поводов баитов. Да, большие выборки из газеты. Вот, медиа будет все ровно так же. Это работает. Это действительно интересный вопрос в той постановке, которую вы предлагаете. Почему? Потому что если вы что-то... Если мы считаем, что у одного человека ограничен лексический репертуар. Да. И даже очень. Вот даже очень. Или не очень, все равно. У меня очень. Я глупый. Но, тем не менее, вы все время выучиваете какие-то новые...